А спонсор сегодняшнего видео сервис LF Group, пожалуй лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Многие люди ждали 4 сезон с целью того, чтобы таргетно купить нужные вещицы, а именно оружие или аксессуар, за странный динар, который по идее мы должны были получать после полного прохождения рейда. Но планы немножко поменялись. С целью того, чтобы получить странный динар, нам нужно сделать квест, который требует победу над 30 разными боссами. Для этого нам, само собой, нужно пройти 3 разных судьбоносных рейда. Но в чем главная проблема всего этого квеста? Главная проблема этого квеста заключается в том, что он делается на текущий момент за 3 недели. В будущем, как говорила компания Blizzard, судьбоносные рейды будут активны все за несколько недель до окончания 4 сезона. На текущий момент, да, то есть активен только замок Нафрия в виде судьбоносного рейда. И таким образом можно только 10 боссов набить. Что получается? Получается то, что первый странный динар мы получим, если глянуть в календарик, 17 августа. То есть на текущей неделе мы зачищаем замок Нафрия, делаем прогресс в квест. Далее с 10 по 17 августа мы зачищаем светильщик господства, тоже делаем прогресс в этот квестик. И потом 17 августа добиваем нужное нам количество боссов и таким образом завершаем квест. Получаем странный динар. И на этом самом месте, рядом с викли лутом, рядом с великим хранилищем, появятся торговцы, брокеры, у которых можно будет эти динары выменять на пушечки или аксессуары. Переместимся на PTR сервер. Там они находятся. Там их можно, конечно же, рассмотреть. PTR сервер, даже без какой-либо вырезки. Вот это техника, да. Что ж, аксессуары. Абсолютно все. 285-го item-левела, 285-го, что еще, танковский, да, например, тринкет с кельтаса. Аплому с кельтаса. Партитура. Прекраснейший тринкет в кавычках. Далее рассмотрим торговца актуального рейда. У нас тепулчур, гробница предвечных, первая печать, раны, цепи, молоточек, кольцо классовое. Вау, довольно-таки интересно. Получается, и для престов тоже такое же продается. Надо подумать об этом. Тинкеты со святилища господства, пушечки со святилища господства, душа второго воина. И они нам даются 285-го item-левела. А проходя уже героик-версию судьбоносных рейдов, мифик-версию судьбоносных рейдов, эти вещицы можно будет улучшать. Но это тема другого видосика. Так что, как-то так. Проходим судьбоносные рейды, делаем квестик, получаем динары, покупаем шмоточки. Раз в три недели. Потом это, конечно, будет ускорено. Грустненько, немножко грустненько. Ладно уж, монолог на этом свой можно закончить. Всех вам благ, гости, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!